Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, добрейшее, предобрейшее утро. И мы продолжаем изучать притчи. Притчи царя Сламона Мишлей. Продолжаем изучать. Итак, собираемся, все, кто хотят узнать, самую-самую высшую мудрость в мире от Создателя мира, от Бога, который нам ее сообщил. И, значит, краткое содержание. Мы сейчас как раз первая глава. Вначале царь Сламон сказал, для чего нужно изучать Тору. Он нам объяснил, как он будет этот процесс выстраивать, чтобы мы познали хохму, чтобы мы познали божественную мудрость, так как божественная мудрость – это, вообще, представляете, от Бога, да? То есть это от Бога. И Бог, Создатель мира, Он сообщил некую информацию. И эта некая информация, она как по каскадам, все время превращаясь в более и более понятную, дошла до Торы, да? Это Тора – это как уже информация от Бога о том, как все работает. Теперь царь Соломон, он эту информацию принял, так как он знал всю Тору. Он был сыном царя Давида. Он был человеком, который поднялся на невероятный уровень по собственному выбору, да? У него было такое стремление к постижению божественной мудрости, что он даже во сне, у него был разговор с Богом во сне, и он даже во сне, у него было одно стремление – хочу постигнуть Тору. То есть он дальше об этом будет писать, насколько важно для постижения Торы, насколько важно вот это внутреннее намерение. И в принципе, если вот так вдуматься, то самое главное для человека – это его намерение. И вот та сила внутренняя вот этого, то что, на иверите, есть такое слово «рацион». Рацион – это переводят как «желание». Слово «рацион» – это тот же корень, как слово «ля руц» – «бежать». И вот если у тебя есть к чему-то вот такой вот сильнейший рацион – желание, то это желание заставляет тебя бежать к этому, и не спать, и бежать, и так далее. И вот если у тебя есть вот этот вот рацион – желание, направленное на постижение божественной мудрости, если у тебя есть вот этот вот запрос, запрос прям «прям хочу понять, вот Бог», как знаете, есть известная очень книга «Кузари». «Кузари» – это книга, которую написал Раби Иуда Олеви, это где-то было тысячу лет назад. И Раби Иуда Олеви, он написал книгу как «Хазарский хан». Есть такая историческая события. Был «Хазарский хан», которому у него было стремление постигнуть вот Бога. Он хотел понять, как, вообще, откуда он, куда он. И он прямо сам искал, 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 и в конце концов Бог ему открылся, и во сне к нему приходил такой, как старец какой-то человек, и ему говорил, что твое намерение Богу угодно, а действия нет. Потому что каким способом он действовал, чтобы приблизиться к Богу, как его научили. Как его научили? Его научили тогда, ну что это были, кочевники, дети, там, они тут овцу зарезали, кровь выпили, там, идола принесли, пошли того завоевали, того и так далее. То есть, как идолопоклонники, они служили идолам, используя какие-то свои понимания о том, что надо делать. Но вот у него было, у этого хазарского хана, было дикое стремление постигнуть Бога, и таким образом он нашел, нашел он трех мудрецов. Там был философ, там был еврейский, еврейский мудрец, и там был, по-моему, третий, это был христианский, по-моему, или христианский, или мусульманский, по-моему, христианский. В общем, почитайте эту книгу Кузаре. Мы попросим сейчас Якова Шатадина, чтобы он эту книгу тоже нашел, дал на нее ссылочки. И Кузаре это такой вот философский огромный труд, в котором вот этот вот хазарский хан задает вопросы философу, задает вопросы раввину, задает вопросы, по-моему, священнику. И задает те вопросы, которые возникают у любого думающего человека, который тянется к истинному знанию, но у него есть вопросы. Потому что мы любое знание-то мы получаем от кого-то, и каждый раз, когда ты получаешь знание от кого-то, возникает резонный вопрос, а насколько этот кто-то правильно передал то знание, которое он получил еще от кого-то? А если он получил знание от Бога, то даже уже в Тории написано, что и придет тебе лжепророк, и будет показывать тебе чудеса, и будет показывать тебе знамения. Но это может быть при этом лжепророк. И сколько было за всю историю лжепророков? Огромное количество. И вот как раз вот эта книга Кузари, она о том, как ищущий человек задает вопросы вот эти вот, да, истинные вопросы вот, а как, а что? Он проверяет. И это очень важно. Это очень важно, потому что, еще раз, божественная мудрость, хохма, да, она от Бога. С Богом встречался только, вот так вот, ближе всего написано, пророк пророков Машер Абейну. Но есть еще другие пророки. Было 300 тысяч пророков, только в народе Израиля, там я видел такую цифру. 300 тысяч, которые заходили в то состояние, когда они воспринимали духовный мир. Но как проверить, он пророк или не пророк? Есть известнейшая история в Талмуде, она когда-то меня очень сильно, прям эта история, она показывает вот очень такую грань красивую талмудического подхода и вообще иудаизма, еврейского подхода к знаниям. Значит, в Талмуде рассказывается история, как был такой царь Навуходнецар, у него была дочка. Евреи в то время жили в Вавилоне, потому что Навуходнецар разрушил первый храм и на 70 лет угнали евреев в Вавилон. Но их угнали не в рабство, как было до этого в Египте, их угнали, как вот сейчас евреи в Америке живут. То есть у них было свое, сидел вот этот вот, например, царь Вавилонский, а справа от него сидел руководитель еврейской общины Наси, да. То есть они были очень круто, как сейчас, например, республиканское большинство в Конгрессе может быть, евреи возглавляют там, ну и так далее. То есть евреи занимали в Вавилоне очень мощное положение при дворе, в управлении. И вот, значит, у этого Навуходнецара была дочка, а там было два лжепророка, приводятся их имена, по-моему, это трактат Санедрин, приводятся их имена, два лжепророка. И они были очень модные, такие популярные, как в свое время Распутин, например, да, был при дворе. То есть они имели огромное влияние на людей, показывали чудеса, и там они были просто такие модные пророки, как там Дэвид Копперфилд, например. Ну, то есть плюс-минус. И они настолько обнаглели, что они подошли к этой дочке царя, дочке на выходных царах, к принцессе. Ну, наверное, там был гаремц, было много принцесс. Но они подошли именно к ней. И один говорит, ты знаешь, у меня было пророчество, что ты должна быть с ним, ну, должна с ним вступить в отношения. А второй ей говорит, ты знаешь, говорит, у меня есть пророчество тоже, что ты должна с ним вступить в отношения. Дали они ей такую идею. А она, эта дочка на выходных царах, она говорит, вы знаете, я пойду к папе спрошу. И пошла к папе. Приходит она к папе и говорит, мне вот эти вот еврейские парни, пророки эти, как они себя называют, сказали, чтобы я с ними вступила в отношения. Чем мне делать? Навохадный царь, который все-таки, это был великий царь, который разрушил храм, да, это, он уже разрушил то, что было уже разрушено на небе. То есть, это факт, что невозможно разрушить храм, дом Бога, если Бог на это не отдал бы согласия. То есть, уже это сказали наши мудрецы, что храм, который разрушал, например, Навохадный царь, первый храм, на небе уже был разрушен грехами еврейского народа. И второй храм, когда уже был он разрушен, так Бог плакал, что из-за ваших грехов я был вынужден разрушить свой дом и отправить вас в изгнание на исправление. Да, прям плачет Бог. И, значит, Навохадный царь, этот, как умный царь, он ей говорит, ты знаешь, что-то здесь не сходится. Я знаю, что их Бог не любит разврат. Бог евреев против разврата. А они тебе такое говорят, этого не может быть. Значит, зовет их и говорит, парни, я знаю, у меня были еще пророки, которые были, которые, последние пророки из первого храма. Я с ними хорошо знаком, это праведные люди. Евреи, если Бог против разврата, я это знаю. они говорят, послушай, говорят царь, они пророки, и мы пророки. Им Бог сказал так, а нам Бог сказал так. Все. Тогда, значит, говорит, говорит им Навохадный царь, он говорит, то, что они пророки, Хананья, Мишаэль, Мишаэль, Веазария, то, что они пророки, я знаю, я их в печку бросал, и их Бог спас. А то, что вы пророки, я еще не проверял. Так что, сейчас я вас брошу в печку, и если вы выйдете из печки, тогда я и поверю, что вы пророки. Они задумались здесь, да, то есть, они были все-таки лжепророки, и хотя умели делать фокусы, но, они ему говорят, внимание, нет, говорят они. Это неправильно. Их же было трое, их было трое, а нас двое. Так Бог, у них на троих хватило заслуг, чтобы Бог их спас, а нам двоим не хватит. На выходный царь задумался, им говорит, хорошо говорит, вы действительно правы, поэтому, говорит, выберите себе третьего, можете с собой третьего кого-то взять. Они к такому развороту не были готовы, начали думать, кого же взять третьего. И, значит, говорят, да, есть Юшуа первосвященник, это был последний первосвященник первого храма, он был праведный, он еще к тому времени был жив, он был такой уже старый, пожилой уже очень сильно праведник, да, и они говорят, давайте мы его третьего возьмем. Их расчет был в том, что Бог сейчас ради, ради этого Юшуа первосвященника, он их тоже спасет. И вот их бросают троих в огонь, и, и, они сгорели, а Юшуа первосвященник нет. И он вышел из огня, и дальше в обгорелой одежде. Есть, есть история, что он вышел в обгоревшей одежде, и дальше Талмуд начинает выяснять, почему у него одежда обгорела. И там целое идет расследование, почему он сам не сгорел, а одежда сгорела. Значит, к чему это я рассказал эту историю водную? У нас сегодня, сегодня у нас мы подошли к моменту очень, очень такому серьезному, да, очень серьезный момент. Мы подошли к тому, что вначале царь Соломон рассказал, зачем мы изучаем Мишли притчи. Потом он рассказал, начал уже само обучение. Он нам сказал, что Ира Ташем, страх перед Богом, это решит даат. Это основа познания. Хохмао Мусар, божественную мудрость, и нравственность, наставление, и велим степнете базу, пренебрегут. То есть, если система Торы это абстрактное знание, можно его назвать так, абстрактным знанием, которое говорит, что можно делать, что нельзя, что нужно делать, что не нужно. И это знание, оно идет именно против животной человеческой природы. И животная природа, она сильнее, чем абстрактное знание. То есть, если посмотреть современные знания мозга человека, то есть мозг инстинктивный, мозг млекопитающего, и сверху только одет мозг человека рациональный интеллект. И рациональный интеллект слетает вообще как три, вообще вот так вот, слетает. Как только животная сущность, она включается, рациональный интеллект слетает. И в иудаизме, в Торе это называется злое начало человека, это его инстинктивное животное начало, и доброе начало, это его рациональная часть, наполненная Торой. И вот этот стержень, который держит Тору и который позволяет животное подчинить Богу, называется он этот стержень Ират Ашем. Страх перед Богом. Страх перед Богом позволяет вот это животное им управлять. Теперь, дальше объясняет, начал царь Сламоном объяснять о том, что есть в мире зло и как надо с ним взаимодействовать. А нужно от него убегать всеми вообще возможными путями. Тора нам говорит, что даже нельзя смотреть в лицо злодея. Потому что когда ты смотришь в лицо злодея, то его отпечаток, он в мозг, в мозг заходит и зеркальные нейроны, то есть он как бы поселяется, не дай Бог, в твоем мозге. То есть даже мудрецы велить, они просто не смотрели в лицо злодея вообще никогда. Теперь, значит, это я коротко рассказал, что уже было. Дальше говорит Бог через царя Соломона. Он нам говорит, мы прошли 22 отрывок, вот 23. Он говорит, вернитесь, говорит, послушайте мое увещевание, вот я к вам обращаюсь. И дух, который мой дух, он сообщает вам мои слова. То есть теперь что за слова? Я ан карате ватимаэну. 24 отрывок. Он говорит, вот вдумайся, вникни. Карате, я взывал к тебе. Ва икра, это из того же корня кара, взывал. Вот мы сделали этот портал и все мы сделали как такой вот рупор, чтобы те люди, которые учат Тору, у которых есть Ирад Шамаем, которые боятся Бога и которые хотят служить Богу, чтобы они могли взывать к тем людям, которые сомневаются и думают между сигналами. С одной стороны, душа говорит, что есть Бог, есть добро, надо идти в духовность. С другой стороны, мир, тело вокруг, люди говорят, что ты что вообще сумасшедший, иди лучше там в магазин тусанись. Так вот, царь Соломон в 24 отрывке первой главы притчи, он говорит, Ян, вдумайся, карате, взывал я к тебе, ватимаэну, а вы отказывались слушать. Натите и иди, я протягивал руку, это он говорит, царь Соломон от имени Бога, протягивал я руку к вам. Вэн макшив, нету никого, кто бы прислушался. Что имеется в виду? Поэтому, есть правило поведения в этом мире. Еврейский народ, он был выбран Богом, как потомки Авраама, который даже своего сына готов был принести в жертву. То есть, он прям прошел 10 проверок Авраама, и Бог ему сказал, ну, такого преданного я человека не знаю больше. Твое потомство будет священниками. Все, и потом, когда появилось потомство, Бог для воспитания отправил их в Египет, чтобы были рабами, в самый низ загнал. Уже ниже некуда, их там убивали, вообще уничтожали. Потом Бог говорит, а теперь я вас отсюда вывожу. Смотрите, чудеса, мир расходится, море расходится. Всех поднимают на ступень пророков. Тора, то есть, все понятно, понятно вообще, все понятно, будем нести свет Бога в мир. Дальше, бах, подходят к земле Израиля, опять испугались. Бог говорит, как вы можете испугаться? Я вам только что море раступил, только что 10 казней, как вы боитесь? Ой, испугались? Нет, мы лучше в пустыне будем. На 40 лет тренинг в пустыне, чтобы каждый день выпадает ман. Чтобы вы знали, что даст Бог день, даст Бог пищу. Вообще не парьтесь, не волнуйтесь. Одна задача, служить Богу полностью. Вот так вот прям, нон-стоп. Еврейский народ, это народ Израиля, народ священников. Бог сказал, вы, говорит, мамлехет коаним, вы царство священников, вы гойка дождь. Народ святой, посвященный Богу. Посвященный именно служению. Ну, дальше все время еврейский народ от этого отходил. И Бог нам здесь говорит в 24 отрывке, это было еще до построения первого храма. Он говорит, вдумайся, взывал я, а вы отказывались. Натите яди, я к вам руку протягивал. Вэн макшив, никто не отвечает. Вэтифру, он говорит, коль ацати. И вы, ну, пренебрегли, как бы, всеми моими советами. Вэто хахти лоавитэм. И не хотели вы слушать мои увещевания. Представляете, не хотели слушать мои увещевания. Бог увещевает, увещевает. Даже сейчас, значит, уже есть Израиль. Все. Только начинают в Израиле вести разговоры, чтобы отменить шаббат. В Израиле официально на государственном уровне шаббат является выходным днем. И государство признает статус-кво, что Израиль, еврейское государство, и есть шаббат. Бог евреям запретил в шаббат работать и выделил шаббат как специальный день, посвященный Богу. Как только начинаются на правительственном уровне разговоры о том, что надо шаббат опять отменить, потому что есть там половина населения нерелигиозной, им это неудобно. В этот же момент начинают падать ракеты. Каждый раз, можно проверить прям этот таймлайн. Каждый раз, когда начинаются работы, разговоры про отмену шаббата в Израиле, летят ракеты. Моментально. Когда было это один из самых ярких разов, за нарушение шаббата в Торе указано 39 ударов палками наказания. И когда были предыдущий раз разговоры, это когда была война в Персидском заливе, то на Израиль Саддам Хусейн выпустил 39 скадов. Скады это ракеты, там по 5 метров ракета, которая каждая разрушает, вообще там 100 килограмм бомба в ней, в этой ракете. Выпустил Саддам Хусейн 39 скадов. Все 39 скадов пролетели над районом Бнебрак, религиозный район Тель-Авива, Бнебрак. Ни одна там не упала, все упали вокруг. Ни один человек не погиб, ни один человек не погиб. Это просто чудо. Потом 40-го ракета, они попали, одно ракета в американскую военную базу. Было там десятки-десятки погибших. А тут 39 ракет, ни одного погибшего, представьте. И, значит, выступает высшее руководство страны и говорит, что да, мы молодцы. Какие мы молодцы. Это все Бог защищает и Бог конкретно прямо предупреждает, что если вы не будете соблюдать заповеди, будут серьезные проблемы. Вот здесь прямо об этом написано. Он сказал, что, значит, посмотрите, взывал я и отказывались. Протягивая свою руку в Эн Макшив, никто не слышал. Значит, вначале идет предупреждение теоретическое. Тора, увещевание, выходят пророки. Потом идет предупреждение практическое. Это уже идет какое-то нападение. Всегда вокруг Израиля от первого дня, когда евреи зашли из Едипта в Израиль, всегда вокруг было очень много врагов, которые хотели уничтожить Израиль. Это очень удивительная вещь, что маленькое-маленькое государство, маленький-маленький народ, который всего там в Израиле евреев живет, 7 миллионов. Думайте, 7 миллионов? Вокруг больше миллиарда арабов, которые прям конкретно хотят уничтожить Израиль. Было уже, я не помню, 5 войн, когда они нападали со дня возникновения, опять, объявления государства Израиля в 1948 году. Были войны, когда они все вместе объединялись. Все вот эти вот вокруг огромные государства. В одном Едипте 90 миллионов. 90 миллионов в Едипте живет этих египтян. Все они объединялись. И там Иран 80 миллионов. Иран 80 миллионов, Израиль 7 миллионов. Вдумайтесь, маленький Израиль и огромный Иран. И что? Бог защищает Израиль. Но он говорит, я предупреждаю. Я предупреждаю. Дальше. И вы, говорит, когда вы разрушили мои советы, вы то хахти ловите, и не хотели бы мои увещевания. Гамани бетхэм эсхок. Я, говорит Бог, над вашим страхом буду смеяться. И буду я, и буду я, и лак, это, ну, насмехаться, можно так сказать, когда придет ваш ужас. Вот так вот он предупреждает Бог. Он говорит, послушайте, это не игрушки. Это, это мир. Мир устроен вот так. Он так работает. Хотите проверить? Проверяйте. Вот уже было на всей истории. Проверьте, проверьте, проверьте. Почитайте Танах, Письменную Тору. Просто почитайте. От цифры Иошуа. И дальше. Шофтиим, Млахим и так далее. И делали евреи плохо в глазах Бога, и приходил враг. Опомнились, молились, исправились. Опять победили. Опять. И делали евреи зло в глазах Бога. И опять пришел враг. И опять все начинается снова и снова. Значит, говорит Бог. Дальше. 27-й отрывок, последний. Быво кэшоа пак дхэм. Когда придет как шоа, это как шоа, это катастрофа. Вот называется холокост шоа на еврите. Так говорится, когда придет шоа, прям этот 27-й отрывок предупреждает о катастрофе. Это книга Мишли, притча царя Соломона, которая была написана около 3000 лет назад. Быво кэшоа пак дхэм. Когда придет как катастрофа, ваш ужас. Вэйтхэм кэсуфа ейтэй. Когда ваш, ну, это все разное, есть ужас, страх и так далее. Оно покроет вас. Быво алейхэм царау цука. Когда придет на вас страдание и теснина. Значит, Бог предупреждает, что будет потом накатывать волнами. Об этом написано прямо в Торе. Последняя вся книга, книга Дворим, она посвящена предупреждениям, которые через Машер Абейну Бог передал. И он говорит, если вы скажете, что случайно пришла неприятность, придет в 7 раз больше. Скажете случайно, придет еще в 7 раз больше. То есть нет случайности в этом мире. Есть в этом мире чудо, которое управление Богом, как Бог управляет миром, жизнью каждого из нас, жизнью народа Израиля. И, значит, на этом мы сегодня пока останавливаемся. 28-й отрывок у нас будет завтра. И завтра же мы с Божьей помощью закончим первую главу. А пока давайте сделаем выводы. Сделаем выводы. Значит, мир состоит из информационных потоков. И один из них это Тора. То есть это знание, божественное знание, которое пришло от пророков. Но пророками себя называют, пророками себя называют разные люди. Поэтому очень тяжело действительно человеку разобраться в этих сигналах. И, но очень важно разобраться. Поэтому Бог предупреждал, предупреждает еврейский народ, предупреждает, что надо слушать и выполнять заповеди. И те народы, если мы возьмем просто мир, мы посмотрим, сколько народов исчезало вообще, как и не было. То есть на сегодня есть в мире 251 страна. Но представьте, 251 страна есть за всю историю. Сколько было стран, которые исчезли. Только в Германии, в Германии было до того, как она объединилась, сотни маленьких княжеств городов. И исчезали, менялись и так далее. То есть Бог предупреждает и установил правила, как люди должны жить в этом мире. Это добро. И как только кто-то лично или какой-то народ начинает нарушать эти правила, все. Значит, чаша наполняется, он исчезает. Как было с Дом и Амора, в Торе показана эта схема. Я думал вчера, какие есть, какой есть критерий у человека, который только он тянется к Богу. Но вот как Кузари. Кстати, почитайте обязательно книгу Кузари. Эта книга написана тысячу лет назад о размышлениях Хазарского хана, о том, какой путь служения Богу выбрать. Потому что если говорить, что я просто верю в Бога, но ничего не делать, проявляя эту свою веру, то это очень странно. Потому что если человек хочет и верит, и хочет с чем-то соединиться, то предусмотрено, так как мы люди, предусмотрены некие ритуальные действия. Как человек, который любит какую-то женщину, он ей дарит цветы, он ей говорит комплименты. В каких-то культурах он ее ворует. Например, да, там если это в горах, у них, например, принято понравилась женщина, подскакал ее, схватил на коня и украл. Тоже есть такие варианты. То есть в любом случае, в любом случае, желание с чем-то соединиться подразумевает какие-то действия. И тот, кто хочет соединиться с Богом, он тоже должен выбрать для себя какую-то ритуальную систему взаимодействия. Поэтому, поэтому, значит, давайте изучим Кузаре. И мне кажется, что надо сильно-сильно молиться Богу. И как Кузаре Бог ответил, так же если человек сильно искренне хочет приблизиться к Богу, Бог ему ответит через уроки, через книги, через людей. Все. Значит, напишите, пожалуйста, свои выводы о этом уроке. Напишите, что вы для себя вынесли, поняли. Это намного лучше, чем спасибо. Значит, это очень важно именно сделать выводы и остаться с выводом, чтобы этот вывод стал тем семенем, тем зерном, из которого потом вырастет какие-то действия угодные Богу. Все. Удачи, успехов. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok